Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное, служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами встречаемся на нашем замечательном курсе многогранного процветания Меч Соломона. Я верю, что уже большие подвижки идут в вашем познании, уже есть масса свидетельств, они просто не прекращаются, текут рекой. И мы находимся в этой точке нашего созерцательного путешествия, пророческого путешествия, в точке, которая называется Гаваон, Ночь Соломона. Я напоминаю вам снова и снова, что в этот вступительный период, в этом блоке Гаваон, Ночь Соломона, мы делаем то, что мы готовимся, мы погружаемся, мы готовимся к тому, чтобы выйти смело во все наши ситуации, во все наши пути, которые, конечно же, направлены на то, чтобы вы правили, чтобы вы процветали, процветали многогранно. Хочу сказать, забегая вперед, что у нас, конечно же, будут много разных практических тем граней процветания, потому что их очень немало. Некоторые из них, они вас реально удивят, к чему я вас буду призывать, что надо будет делать. И там, когда начнется такая практика, хотя у нас все здесь практика, но там нужно будет уже конкретно что-то сделать на экономическую тему. Да, сегодня в этом блоке я хочу сказать, что, друзья, мы продвигаемся в том, чтобы отождествить себя, понять избрание, понять вот этот период подготовки, понять, что произошло с Соломоном, как он получал мудрость и в чем это выразилось. Потому что, когда мы считаем Библию, друзья, в основном Библия написана таким языком, знаете, как «и пошел он, и построил город». И мы такие, знаешь, наша иногда несмышленность, она нам рисует такую картину. Ну, там какой-то человек взял там кирку, лопату, чик-чик там растворчик замесил, и вот он город. На самом деле, за одной фразой «и пошел он, и построил город», как мы знаем в Библии, там целая эпоха, знаете, целый там пласт событий, народов задействованных там и разных-разных вещей. Поэтому, когда мы всматриваемся, всматриваемся, что стоит за вот этой главой «Гаваон», «Ночь Соломона», каким он вышел, каким он зашел туда, каким он вышел, и что стало происходить, у нас есть потрясающе удивительная возможность подготовиться. Потому что, как я говорил, у нас будет день, когда мы будем праздновать, что называется, окончание этой ночи. Я говорил, что Соломон, он также, когда получил этот разговор с Богом, получил разговор с отцом во сне, он вышел и сделал пир. Он там принес такую жертву, ну, я имею в виду, что для того, чтобы народ мог отпраздновать вместе с ним. И как бы, я когда думаю над этим, думаю, интересно, он поговорил с Богом, знаете, ему было что-то обещано, он пережил какие-то духовные вещи. Еще ничего не изменилось и ничего не произошло, но он уже вышел и стал отмечать. Все, все, это было получено. Вот ради вот этого самого момента мы делаем вот этот блок, чтобы когда он закончится, вот эта ночь Соломона, еще пару уроков у нас осталось, мы отметим это, как я уже сказал, вы отпразднуете это. Отпразднуете, и потом у вас начнется, короче, такая чернуха, ну, я шучу, я шучу. На самом деле, что начнется, именно об этом сегодня я с вами хотел поговорить. Напоминаю вам, друзья, мы живем в состоянии прибыли. Независимо от того, даже если ты сегодня там едва понимаешь вообще, как тебе кушать и что как, во что одеваться там, мы оставляем эту заботу. Знаете, как один мой друг сказал, лучше быть небритым и голодным, но зато счастливым и свободным. Да, это такая мирская фраза, но она очень хорошая. На самом деле, то, что у тебя внутри, оно сегодня играет радикально решающую роль. Смотрите, друзья, мы продолжаем оставаться, находиться в состоянии прибыли. Вы продолжайте вот эти пророческие вещи, которые вы слышали на презентации. Топчитесь по деньгам, осознавайте себя в золотом городе. И знаете, вот мне иногда, ну, закидывают такие вопросы в личку. Там, я уже там топчусь по деньгам, и уже я верю, вот прям как город, вижу такая радость. А вот на самом деле, и, как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, Библия. Я буквально сегодня, перед тем, как записывать этот урок, утром отец мне проговорил такую фразу. Он говорит, Библия – это книга об успехе, ты должен это знать. Я такой думал, вау, чего я только не слышал о Библии. Библия – это письмо любви, Библия – это уголовный кодекс, Библия – это там еще энциклопедия, там еще что-то. Но на самом деле, Библия – это книга об успехе. Практически от начала, где Адам, помните, да, начинал с успеха, что он получил в свои руки несметное управление, богатство, планету, красивую женщину, прекрасное место, где жить, все. Заканчивается тем же. Все начинается с успеха и заканчивается успехом. Все образы о золоте, о сиянии славы, все, что только хорошего вы там видите, говорит человеку, транслирует одну мысль. Я твой отец. Я с тобой говорю в этой книге, говорю постоянно об успехе. Я подготавливаю тебя к успешной жизни. Я веду тебя. Ты должен постоянно осознавать вокруг себя всю красоту мою. И тогда твое, знаете, как вот это совершенное мышление, оно начнет рождать абсолютно видимые вещи. Поэтому сегодня, друзья, я хочу сказать, что ночь Гаваона – это важный период. Не пропустите его, потому что все, что будет происходить дальше, оно будет уже строиться на этом основании. На этом то, что вы здесь получаете в этой Гаваонской ночи. Смотрите. Продолжайте делать все, что вы делаете. Продолжайте пророческие действия. Продолжайте именно вот этот пост процветания. Продолжайте вот все вещи, о которых мы говорили раньше. Это очень-очень-очень важно. И хочу сегодня сказать, у нас сегодня будет потрясающая трансляция, молитва. Сегодня ты услышишь уже первые вещи, которые ждут тебя за Гаваонским периодом. Я начинаю тебя к ним готовить. Потому что будут происходить абсолютно реальные события, направленные на то, чтобы дать тебе авторитет. Твой первый ресурс, как царя – это авторитет. Скажи со мной это слово. Авторитет. Авторитет, что у Соломона с его мирным царством, что у Сына Божьего у Иисуса с его мирным царством, начался с проблемы. Как только вы знаете, что Соломон закончил пирушку по поводу Гаваона, говорится, в те дни пришли к нему две женщины. Вы все знаете эту историю, что и Соломон рассудил, на людей нашел страх. Мы чуть-чуть позже к этому вернемся. Иисус пришел, как он вышел на служение. Вы помните, Кана Галилейская, первое чудо. Проблема, у них нет вина. И вот так его выставили и сказали, реши вопрос. Ну, практически вот так и произошло. Мы все даже до сих пор думаем, что означало фраза «не пришло еще мое время». Явно эта задача, она была для Иисуса, если так можно сказать, врасплох. И он решил ее. Как он решил ее? Словом. Проявилась сила. То есть он просто сказал, что сделать, и все произошло. У Соломона случилось точно так же. Знаете, это вот как «я сын или не сын?» Пускай проявится. Должен быть авторитет. И написано, что у Соломона убоялся народ. У Иисуса написано «и уверовали в него ученики». Ребята, у Иисуса уже были ученики. Зачем-то они пошли за ним. Им сказал Иоанн Креститель. Иными словами, на него было указано, как на сына Божьего, Агенца. На Соломона было указано, как на царя. Но народ должен был уверовать. Мы чуть-чуть позже к этому вернемся. И это произошло в результате радикального события. Следующее. После ночи Гаваонской, что-то произошло, то, что произошло с Соломоном, показало, что он приобрел навык видеть первое. Видеть, различать. Забегая вперед, скажу, что развлечение, друзья мои, вот кто говорит, что я различаю, я вам скажу, как понять, различает человек или нет. Вот запомните. Различающий человек всегда необыкновенно смел. Если ты что-то видишь, остановись, земля, как я люблю говорить. Знаете, море по колено. Я знаю, я вижу все вот так. Именно это дало Соломону возможность вот так рубить дитя. Знаете, он необыкновенно смел. Вот различающий человек. Это меч, который проникает до глубины разделения души и духа. Это тот же меч, который есть, мы видим в описании, исходит из уст Иисуса. Такой же меч исходил из уст Соломона. Он рассудил. Не понадобился меч. Вот почему меч Соломона. Мы сегодня уже конкретно приступили. И меч Соломона, эта тема сегодняшняя, она в буквальном смысле слова, как грань, как разделяющая на до и после. Я буду приводить сегодня пример, как в своей жизни я впервые воспользовался этим мечом. Моя жизнь изменилась радикально и навсегда. И развлечение, друзья мои. Если ты хочешь ворочать деньгами, особенно я говорю тем, кто уже пробовал себя в деньгах, в бизнесе. Вы знаете, ни гарантии людей, ни вот все ситуации с финансами, вот я могу это сказать и со своей жизнью, и в служении. Все ситуации, где завязаны власть и деньги, вот эти все вещи с большой энергией, все ошибаются. Все ошибаются. И когда тебе гарантируют, что этот человек нормальный, у человека может снести крышу в любой момент. Вот, например, я скажу вам, что ты когда человеку, например, вверяешь деньги, тебе, ну я лично всегда учитываю, что не потому, что он хороший или плохой, он может попасть в искушение. Потому, что когда человек берет в руки деньги, он сразу начинает слышать, ну может слышать бесовские трансляции. Укради, там потеряй, сделай вид, там, ну вот знаете как. И не потому, что человек хороший. Это даже вот касается каждого из нас, друзья. Когда вы получаете, имеете, начинаете получать в руки какие-то деньги, не надо быть таким наивным, что ты, ну как ты думаешь, что да я нормальный, да я уже проверенный. Любая личность может попасть в абсолютно любое искушение. Мы с Олей знаем такие ситуации, когда, например, у человека были деньги, и мы были в нем уверены. И он был действительно очень честный человек, и сатана его не одолел искушением богатства. Но у него случается трагедия, например, его дочь сбивает машина, и деньги на операцию нужны сейчас, вот прямо сейчас. И что он делает? Он берет, ну грубо говоря, наши деньги и заносит врачу. А потом нам рассказывает, ну а что мне оставалось делать? Не потому, что человек хороший, плохой или хороший, а вот так. То есть всегда искушение. И вопрос, друзья мои, не в том, чтобы доверять кому-то или не доверять, а вопрос в том, чтобы различать. Различать ситуацию, различать человека. Различать, вот как Иисус, помните, он там мысли увидел и говорит, что вы сейчас думаете. Вот в чем дело. Это то, что делает человека, во-первых, очень авторитетным. Фарисеи, они понимают, что он видит почти все их мысли, они боялись. Соломона, друзья мои, ни один человек за всю его жизнь не пытался обмануть. Они знали, что он только ты пред лицом его предстанешь. Он тебя прочитает сверху донизу, и вводить ему в уши какую-то ерунду бесполезно. Единственное, кто в этом поднаторели, это многочисленные женщины у Соломона. Больше никто его ни в какие вещи не ввел. Ну ладно. Третий момент. Соломон, друзья мои, после Гаваонской ночи готов был играть без денег. Несмотря на то, что Давид ему много оставил, он, знаете, как по совету апостола Павла, он говорит, имеющий, будь как не имеющий. Он сделал ставку не на то, что можно взять и раскручивать, а сделал ставку на то, чтобы играть без денег, на авторитете. И у него получилось. И этому сегодня тоже мы также будем вникать, что это такое. Но я хочу вас настроить, друзья. Когда вы выйдете на дело, вот после Гаваонской ночи уже начнутся конкретные дела, настройтесь сейчас так, играть без денег. Кто-то может сказать, так у меня и так их нет. Дело не в том, что есть или нет. А настроиться, догадливо поступать. Без денег. Без денег. Потому что, когда у тебя нет денег, и ты говоришь, так я и так без денег. Это не означает, что ты будешь догадливо поступать. Вопрос в том, что тебе нужно отрешиться, чтобы быть в учении животворящего духа. Потому что у тебя сейчас нет денег, но, например, ты вышел на дело, и у тебя на завтра они появились, и ты сделал ставку на деньги. Ты проиграл. Даже когда они у тебя появятся, играй так, чтобы не делать ставку на деньги. Что это означает? Впереди всего должна быть идея, мудрость, проницательность и авторитет. Вот на этом у нас будет обязательно урок еще, где я буду говорить за ресурсы. Ты удивишься, сколько у тебя всего есть, и что можно задействовать в том, чтобы преуспеть. Но сегодня я тебе хочу сказать, настройся на то, что деньги не... Это ресурс вообще последний. Потому что за деньги хватается и дурак, и не дурак, и часто это плохо заканчивается. Итак, приготовься правила. Приготовься играть без денег. Аллилуйя. Иосиф поднялся без денег. Он, представляете, из темницы взошел на царство, и были деньги. Он распоряжался бабками всей страны. Ну, не бабушками, а деньгами. Без денег. У него были только что? Обещания Бога и сны. Все. И последнее, друзья мои. Я верю вот во что. Когда Гаваон закончится, вы получите этот меч, вы его осознаете. Сегодня я уже буду делать первую трансляцию, молитву за это. Это добавит вам смелости. После Гаваона я вам предсказываю, отец даст вам шанс заиметь авторитет, которого раньше у вас не было. Этот авторитет придет, если вы все правильно поймете, рассудите, он придет через ситуацию. Возможно, эта ситуация уже есть у вас. Возможно, она появится. Но у вас будет в этот момент должно быть великое дерзновение через развлечения. Для этого вам нужна эта ночь подготовиться. Вы увидите, как решить эту ситуацию. И что-то произойдет в невидимом мире. Как будто бы весть о вас разнесется в вашем круге жизни. Я вам хочу просто сказать одно чудо. В Библии написана вот эта фраза. И услышал народ, и убоялся. Вы знаете, то, что происходило во дворце, Соломон же не сказал, идите трубите в трубы, созовите людей и расскажите им, как рассудил я первый раз. Такого не было. Но народ, весь Израиль каким-то образом убоялся, услышав об этом. Я вам хочу сказать, я этот пример приводил на образе Иоанна Крестителя. Весь Израиль выходил к Иоанну Крестителю без газет, без чудес даже, без телевидения, без интернета, без ничего. Как молва распространял. У нас целый урок такой есть. Это дело ангелов. Когда Соломон воспользовался своим новым оружием, быстро в невидимом мире его авторитет преломили и разнесли. Просто имя Соломона вызывало, ну то есть люди были как будто бы заинтересованы быстро эту новость распространять. Вы знаете, что ты иногда можешь себя пиарить, но не идет новость, не хотят про тебя слышать. А иногда ты говоришь, никому не говори, но тем более молва разносится. Вот это был случай Соломона, и в этом он был очень сильно похож на Иисуса. Он не говорил, распространите новость, как я рассудил, но тем более молва распространилась. Как это относится к тебе? Когда та ситуация, которая как и у Соломона, как у Иисуса в Кане Галилейской, будет представлена тебе. И дана возможность рассудить, или что-то решить, или что-то высвободить, или как-то радикально действовать. В этой ситуации, во-первых, тебе ее нельзя упустить. Ну, представьте, вот такая Иисус говорит, не пришел еще мой час. И мама такая, ну, ладно, подождем еще. Это вообще другая история было бы. Или когда бы пришли к Соломону и сказали бы, тут две блудницы, что-то хотят. Он выслушал и думает, что за дурдом. И, например, бы отдал какой-то одной. И не важно, правильно или неправильно, ничего бы не произошло. Любой другой исход этих примеров не повлек бы никакой молвы, никакого авторитета. И вес этих личностей в невидимом мире остался бы тем же. А теперь я вам хочу сказать в заключение, что после того, как Соломон принял это решение, его вес, как я сказал, вырос моментально, авторитет в духовном мире, тут же ангелы разнесли эту весть, и дальше это начало материализовываться, ребята, в реальные бабки, деньги, царство начало расти. Как это произошло, я еще сегодня вам скажу. Теперь же, дорогие друзья, я предлагаю вам посмотреть отрывок из нашей питерской конференции, где я говорю про вот эти вещи. Меч Соломона. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что оно заканчивается удивительной трансляцией помазания. Я каждый раз, когда смотрю этому видео, уже почти год, я смотрю это видео, и в конце меня неизменно накрывает. Я буду приводить там свои примеры, и примеры Соломона, и, конечно же, молитва лично за вас. Приятного просмотра. Скажи здесь больше Соломона. Мы продолжаем крушение всякого невежества, всякой тьмы, всяких долгов, всего, что противостоит или превозносится против твоего процветания. Аллилуйя. Вот эти христиане, слушай. Аллилуйя, аллилуйя. Вы не устали? Нет? Точно? Я вообще как огурчик. Мне хорошо с вами. Это поэтому вы не пришли на первое собрание? Говорит, нам тоже хорошо с вами, когда нас тут нет. Халлилуйя. Слушай, так к этому эху привыкать приходится это вообще. Хорошо, друзья. Посмотрите на Соломона сейчас. Смею вас заверить, что когда мы сейчас начнем за него говорить, он объявится. Представь, потусим с Соломоном. Класс. Соломон. Соломон это вообще красавчик, Божий любимчик. Меня еще спрашивали, говорят, что вы все время про Соломона говорите? Вы что, не знаете, что он в аду сейчас? Я говорю, знаю, знаю даже почему. Вместе со своими тысячу трехстами женщинами. Он там сидит, правда? Они говорят, как вы угадали? Я говорю, слово знания. На самом деле с Соломоном все хорошо, друзья. Соломон, по странному совпадению, это сын Давида. Интересненько, да? Соломон, по странному совпадению, его сын, который воссел после Давида на престол Давида. Представляете? На тот же самый престол, на котором обещано, что всегда будет сидеть сын Божий. Интересно, правда? Соломон красавчик. Царство Соломона, оно очень сильно напоминает нам то, что установил Иисус. Это царство мирное, царство процветания, это царство изобилия. И если Давид, он молился и говорил, что «Ты водишь меня на злачные пажити», то уже Соломон являл такую штуку, как стези, источающая туг. Все, за что он брался, превращалось буквально в золото. Он делал на всем это золото. И в конце концов, вы знаете, не знал, куда его девать. Кстати, иногда неплохо перечитывать эти его сокровища. Сразу у тебя, все, твоя вот нехватка десяти долларов, она кажется такой ерундой вообще. Почитал, ты как будто в золоте побыл. Кстати, попробуйте. Когда будете читать, у кого-то могут и появиться там, ну вы поняли, что, да? Ну золотишко там. Для начала пыльца. Если научишься ее не соскребать и не продавать, то уж появится что-то большее. Будь верен в малом. Амин. Итак, Соломон — это сын Давида. Скажи, сын Давида. Таким же именем Библия называет... Кого? Я смотрю, вы вошли во вкус нормально. А ты вот, мой друг, хочешь быть овцой, которую ведут на злачные пажите? Или тем, кто создает злачные пажите? Смотрите, о сыне написано, что здесь источают уки, луга одеваются стадами. То есть он идет по земле, куда бы ни пришел, везде появляется злачная пажить. Амин. Поэтому, если ты все еще это время, знаешь, называл себя овечкой, ну, может, хватит уже. Знаешь, когда, покуда ты овечка, это всегда будет кому-то выгодно. Тебя постричь. Тебе, как я уже говорю, что тебя будут убеждать, что тебя надо беречь от волков. Овца, тебя нужно от волков беречь. Волки кругом, одни яковишины за стенами ходят, понимаешь? Мы тебя бережем. Ну, чтоб ты понял, волка овца боялась, но съел ее пастух. Так, если что. Ведь он растит их для себя. От волка оберегает для кого? Для себя. Поэтому быстрее выходи из разряда овцы. Амин. 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 Ой, вы такие классные вообще. Вот это надо... Это наш новый прикол. Я не овца. Амин. Амин. О, боже. Жизнь, да? Амин. Ой, милиция, да? По странному совпадению, Иисус называется премудростью Божией. И мы видим, что Соломон, он такой демонстрировал всей своей жизнью премудрость. В буквальном смысле слова, Соломон описал жизнь, бытие премудрости, даже еще когда, до сотворения. Из его фраз было видно, что он знаком с этой личностью. Вы уже смирились с тем, что Соломон Ват все-таки не пошел за всех своих женщин? Ну, знаете, сын уж все с рук сойдет, поэтому... Ха-ха. Так, мужики, спокойно, спокойно. Но тем не менее, даже по этому совпадению, мы видим, мы видим, что Соломон, когда поет об этом, песни разные, там, возлюбленная, возлюбленная. Вот его возлюбленная она поет, девицы любят тебя. И все говорят, это ж Иисус со своей невестой. Конечно. Мы знаем, что жениха тоже там и подруги невесты встречали. Все, короче, там, с женщинами тоже у него все хорошо было. Все такие, опа-на-ты че. Друзья, на самом деле, Соломон, он был личностью, на которой отец хотел показать свое царство, точнее, его тень, как будущего. Вы тут? И если Давид в этой роли, он выступал как создатель, собиратель земель, он создал Израиль, по сути, создал, то Соломон был поставлен умножать владычество, делать процветание, то есть то, что мы сейчас делаем. Нам не нужно, вы знаете, там, что-то завоевывать, потому что и так все наше. Мы настаиваем на этом. Сейчас я вам покажу, как Соломон пришел к такому потрясающему успеху. Вы кое-что из этого знаете. И самое главное, Соломон построил храм. Вы знаете, Иисус тоже сказал, пришел и сказал, я создам церковь мою. И в этом их схожесть очень сильна. Итак, когда мы говорим за Сына Божьего, его царство уподобляется не царству Давида. Его царство уподобляется правлению Соломона. То есть золото, золото и еще раз золото. Хорошее царство, правда? Никаких тебе воин. Да? Нравится? И мы читаем, да, про золотой город и все такие дела. То есть вот это царство, которое имеет в виду отец для своего сына. Все. Говорит, все, что нужно было завоевать, все, что нужно было собрать, все, на что нужно было показать и сказать, вот это царство произошло. Теперь это царство дано сыну. Скажи, сыну. И вот Соломон, он пришел, вы знаете, к власти после Давида, сел на его престол и был еще достаточно юн. Амэн. И в какой-то момент он ощутил свою несостоятельность. Скажите, он сидел на престоле или нет? Сидел или нет? А я скажу вам так, и сидел, и не сидел. Потому что сидел на престоле он, друзья мои, своей попой. Но в разуме ощущал вот это несоответствие, местонахождение, извиняюсь, попы и своих мозгов. Ничего же я так говорю? Да мы уже привыкли, ты несешь непонятно, что вообще. Ты что несешь вообще? Смотрите, друзья. Позиция Соломона была очень охарактеризована тем, что он ощущал свою несостоятельность. Сейчас мы почитаем его молитву к Богу, когда отец с ним разговаривал. Его молитва это живое зеркало славы. То, что нам было открыто уже давно. Кто знает, кто не знает, что такое зеркало славы? Есть такие еще каким-то чудным опытом? Не знаете, узнаете. Но в этой молитве есть интересное выражение. Он говорит, ты поставил, я сейчас вместо своего отца. Ладно, лучше прочитать эту молитву, да? Ой, класс. Она мне нравится. Давайте. Это 3-я царь, 3-я глава, 6-й стих. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему великую милость. Из-за того, что он ходил перед тобой в истине и в правде, с искренним сердцем перед тобой, ты сохранил эту великую милость и даровал ему сына. На себя показывал. Который сидел бы на престоле его, его, скажи, его, как это и есть ныне. То есть вот Соломон, вот оно, зеркало славы. Он говорит, я на престоле. Это не из-за меня, это из-за него. Признаю. Вот так случилось. Я просто родился, это природа, мне повезло, мне посчастливило, я ничего для этого не сделал. Это все он. Класс. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида. Вот это слово вместо, скажи, вместо, это бомбическое слово. Где-то мы это уже слышали. Когда Моисея, отец, посылал фараону, он говорит, я ставлю тебя вместо Бога, фараону. Я поставил тебя Богом, фараону. Как будто вместо себя. Аарон будет твоим пророком. Помните, я об этом рассказывал. Это выглядело так. Он приходил к фараону и молчал. Аарон в это время показывал на него и говорит, так говорит Господь, отпусти народ мой. И показывал на Моисея. И вот это все действие называлось вместо Бога. Соломон говорит, я вместо Давида. Интересненько, правда? А ты вместо кого? вместо Иисуса? Серьезно? Серьезно? Вот поскольку Давид умер и в земном контексте Соломон был вместо него, Иисус говорит, я посажу тебя вместе с собой. Потому что он же не умер. Амэн? Скажи вместе, а не вместо. Ну и давай дальше. Ты поставил царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый, отрок, не окорок, а отрок. Не знаю ни моего входа, ни выхода. Слово не знаю ключевое. Сижу, все с этим нормально, но не знаю, что это я не знаю. И говорит, что он отрок. Послание Иоанна говорит, что отрок это тот, кто пишет отроки, потому что вы познали отца. Вот и Соломон. Все, что он знал, что у него был крутой отец. Как и ты. Во многих ситуациях ничего толком не знаешь, что делать вообще. Но знаешь одно, есть отец, знаешь свою позицию. Вот это, кстати, друзья мои, это реально зеркало славы. Он говорит, вижу, вот я на престоле, сижу реально, я посажен. Скажи, я посажен. Скажи это уверенно, я посажен. И это неплохо, что для начала ты понимаешь, что хотя бы твоя попа сидит на престоле. Но престол это не только природа. Ты здесь? Ладно, сейчас мы это дочитаем. И он попросил у него, как вы знаете, сердце разумное, чтобы судить, скажи судить, дальше он говорит, различать и управлять. Чем? Золотом. Да не золотом, народом. Забегая вперед, друг мой, я тебе хочу сказать, хочешь управлять золотом, забудь про золото, управляй народом. Когда отец говорит сыну, он говорит, проси народы, потому что их достояние, оно и так тебе будет. Написано, достоянием народов пользоваться будешь. Но я не хочу, чтобы было так, что ты достояние взял, а народы задвинул. Ведь он хочет, чтобы ты ответственность взял за народы. Это нормально. Вы знаете, я вам пример приведу. Вы тут? Самый практичный. Вот мы с Олей сегодня утром, перед тем, как сюда выйти, я говорю, давай помолимся чуть-чуть. Я говорю, отец, силой знамений и чудес я иду, дай мне этот народ. Я его приведу к тебе, их сердца покорю тебе, сокрушу их сердца для тебя, весь этот город, этот народ, который сюда придет. Вот я за вас так молился. Я говорю, дай мне их, дай мне их, красавчики мои. И когда я стал так молиться, когда я стал так молиться, помазание мгновенно сошло на меня. И я услышал сила знамений и чудес. Я вышел и стал говорить про силу знамений и чудес. Оно не замедлило, сразу свое чудо получил. Друзья мои, оно всегда так работает. Первое знамение, которое произошло у Моисея, это жезл в его руке превратился в змею, чтобы все увидели. Вот я вышел и отец это сделал. Для чего он это сделал? Меня радует это сегодня о вас, потому что это для того, чтобы у тебя было еще лучше. Амэн. И как помните в Кане Галилейском, вот так положил начало чудесам. И чудеса начались, ты даже не представляешь. Я верю, и вам уже кстати пора потихонечку вникать и начинать свидетельствовать. Новости должны приходить, там узнаем уже там, уже на карте там, как там в песне поется, деньги валятся из карт, ну там надо душу отвести, нет, 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 ну то есть, уже что-то происходит, что-то происходит. Я радуюсь за тебя, что когда ты еще в понедельник проснешься, ты такой, типа, где я был три дня вообще, вот такой. И хорошие новости, поплыли к тебе, поплыли, с работы уволили. Значит, кредиторы звонят, вот знай, это хорошие новости. Все, это уже шевеление пошло. халлилуйя. А можно какие-нибудь другие новости, да? Ну скажите, когда фараон же начал давить на этих, это же хорошая новость была. Они, конечно, злились там, на Моисея, там, несли всякую чушь. Но этот движ пошел. Аллилуйя. Так что уже все хорошо. Скажи, хорошо. И вот он говорит, все, что я знаю, это, что я сижу на престоле. У меня есть отец, крутой отец, это из-за него я тут. Это же наше зеркало славы. Я сижу посажем здесь на небесах, на управление, на владычество. Ты благословил меня не из-за того, что я что-то сделал. Это природа. Скажи, природа. Класс, правда? Это вообще просто. Слово вместо, запомни его. Некоторым людям не имется, они не понимают, что ты здесь не в роли ученика Иисуса, а в роли Иисуса. Соломон тем самым, он говоря с Богом, говорит, я сейчас вместо Давида. Понимаете? Потому что он должен исполнять ту же функцию. Если бы он вышел, сел на престол и сказал, народ, я здесь в роли ученика царя. Народ бы такой почесал голову, думаю, интересно, тогда где нам взять царя? А царь был Давид. Вы его видите? Нет, а он есть. Вот примерно так выглядит Евангелие сейчас. Они тебе говорят, реши мой вопрос. Нам же отреши наш вопрос. А мы им говорим, мы можем только указать тебе на Иисуса. А нужно явить Иисуса. Правда? Народ ждал от Соломона, что он продолжит явление царства. Верно? И возникло несоответствие. Скажи, несоответствие. Но Богу эта молитва очень понравилась. Написано, благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И вы знаете, что он ему ответил. За то, что ты не просил себе денег, не просил сладкой жизни, душ врагов, еще что-то. Говорит, все это я тебе дам как прилагаемое. То, что Иисус говорит, ищите царство. О чем здесь шла речь? Различать, судить и управлять. Амин? Смотрите, что до этого еще произошло. Произошла жертва. Я всегда обращаю внимание на это. Я вам расскажу потом, как в моей жизни это сработало. В конце расскажу. Но у Соломона интересна была позиция. Вы знаете, что он принес тысячу всесожжений. Я сейчас не буду ни к чему призвать, а просто сейчас констатирую. Тысяча всесожжений. Тысяча всесожжений это там тысяча тельцов. Я у Оли спрашивал, что такое большое стадо быков, тельцов, коров. Это сколько? Она говорит, ну там большое это там 50, это уже считается по нашим временам нормально. Я думаю, вот Соломон пришел, еще ничего для страны не сделал, а уже такие траты. Взял вот тысячу быков, просто на горе спалил. Вы знаете, что всесожжения это особая жертва, где из этой жертвы тебе не достается ничего. Вообще ничего. Просто сгорает и в дым благоухание в Господа уходит. Потому что есть жертвы мирные, например, которые ты приносишь, но ты можешь кушать из нее. И вот Соломону на глазах всего народа этот юнец берет и такой гешефт Богу ушло. просто спалил достояние народное и все как бы. Да. И все такие, ну-ну. Это только начало. Вы знаете, по мышлениям того времени он привлекал внимание Бога к себе, чтобы поговорить. И отец вот к нему пришел и поговорил. Радикализма наверное генетически ему передалось немало. Давид он тоже такой был, мог каждые шесть шагов, но у Давида тогда уже авторитет был. А кто такой был Соломон? Что я хочу сказать друзья? Это кое-что об управлении. Если ты хочешь управлять, первое что тебе от чего нужно точно избавиться это от страха за свою репутацию. Понял к чему я это веду? Не к жертве не переживай тут уже карман держишь это в конце сделаем. Страх за репутацию и я не шучу друзья я проходил через это и пока я за это боялся ничего не получалось. Ты как в сети находишься. И я сейчас не говорю знаете люди многие говорят мне все равно что думают другие на самом деле не все равно. Чтобы тебе было все равно что думают другие периодически надо делать вот похожие вещи. Откалывать что-то такое что просто убивает твою репутацию или да или нет. хочешь быть знамением для людей тебе нужно быть знамением всегда. Все делать публично. Почему Павел говорит что мы все на виду. Что это означает? Если даже неудача какая-то надо подставляться. Все пускай будет публично. Потому что если ты будешь выставлять публично только успехи Бог не прославится. Это правда. Тебе нужно вести абсолютно радикальную публичную жизнь. А мне вообще не нравится ее вести. Ну иначе ты никогда не будешь знать расстался ты со своей репутацией или нет. Мне часто бросают упреки что ты ведешь себя как-то можно там поскромнее чуть-чуть. Я бы и рад вообще бы спрятаться. Не могу. Как такую красоту спрятать начало неплохое когда ты пришел к Богу и говоришь отец я знаю только одно тебя знаю что я посажен мозгов ноль вообще реально нет вот правда ну пожалуйста надо с этим что-то сделать потому что я хочу три вещи первое напоминаю судить различать и управлять эти три вещи это бомба и вот что делает что сделал Бог вообще он просто сказал я тебе дам он ему просто проговорил я тебе дам но с соломоном друзья мои что-то произошло с этого момента начинается самое интересное во первых я хочу вам сказать друзья вот об этом не соответствую чуть-чуть позиции и мышление вы все смотрели кое-какие видео где я говорю о престоле престол друзья мы еще раз говорю это не место где ты сидишь это твое сознание библия говорит отец говорит про какие-то мысли он говорит как небо выше земли я люблю это помните как небо выше земли как насколько как мысли мои выше мысли ваших говорит он ветхому творению он говорит понимаете разница в мыслях между человеком и богом это и есть разница между небом и землей думай мои мысли и добро пожаловать на небеса никакого другого расстояния просто нет поэтому когда сын божий пришел и думал мысли отца вот о нем и написано что небесное земное наконец-то уравнялось соединилось двое отцу славу дадим и соломон вот в чем его просто прелесть в том что он осознал что того чтобы сидела попа на престоле очень мало просто прочитать я сижу на престоле и ходить этим трясти друзья мои это его сынок так делал забегая вперед Раваам был такой сын соломона он пришел он считал что достаточно просто того что он тут царь очень приятно царь и сейчас я покажу вам разницу когда соломон согласился с тем что его мысли сейчас должны мысли скажи мысли мысли должны достичь состояния его позиции престола Богу это очень понравилось сидишь на престоле так и думай с престола мысли как на престоле по сути он сказал Бог я хочу думать твои мысли и Бог так с удивлением посмотрел вот это да все тебе дам если будешь думать мои мысли вот это и есть престол друзья престол это думать мысли Бога халилюя и что нужно было делать соломону чтобы думать мысли Бога ну как их натянуть вообще и где их взять это помазание о котором сказано о нашем у нас ум Христов берешь думаешь мысли Бога самое интересное что это высвобождает колоссальную энергию природы Божьей посмотрите видео восседая на потоке и еще потом я вам за другие энергии расскажу халилюя двойцу славу дадим еще раз вот это аналогия Соломона и Иисуса она идеальная тот тот захотел быть премудростью Бога и этот явился как премудрость Бога являющая мысли отца он говорит слова которые я говорю не мои все мысли которые я высказываю не мои это отец вот поэтому и сила и царство и все остальное ничего больше не надо если у тебя сегодня недостаток управления что-то не подчиняется тебе просто попа сидит выше головы вот в чем дело и занимается херофобией ненавидит счастье о боже простите меня и когда Иисус говорит друзья сейчас я чуть-чуть за престол мы еще отдельно сделаем какой-то онлайн там за престол смотрите отец говорит сиди рядом со мной пока я положу всех врагов сидеть рядом с Богом это думать с ними одни мысли это очень просто как вообще понять рядом я с тобой или нет не ну вот твоя задница со мной рядом сидит да нет можно знаешь этими местами сидеть рядом головами в разных концах планеты мы так иногда ловим взгляд друг друга я ваш например вы здесь я что не вижу что вы здесь но я иногда вижу что мы слишком куда-то уже там а ну назад на престол иду Дух Святой с нами это делает он берет и транслирует постоянно мысли говорит нет 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 не те мысли нету владычества это потому что вот ты сейчас забыл что ты на престоле думай мои мысли и кажется так просто думаешь мысли сразу высота власть сразу могущество халлилюя и вот отец вам интересно вообще то что я сейчас говорю друзья мои даже если ты все не запомнишь это уже перестраивает твои мозги способность думать мысли отца она уже сейчас закладывается просто реально напитывает твои мозги все перестраивается ты посмотришь будет легче амэн ты здесь итак сиди рядом со мной это думай со мной одни мысли люблю когда милый рядом рядом я сказала амэн 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 молодежь как классно еще не работай а ну давай еще раз давай еще раз амэн амэн аллилуйя вау мы знаем что поток течет из-под престола помните восседая на поток над потоком ты даже чувствовать дух можешь легко как только синхронизируешься с отцом в мыслях наполняться духом павел говорит назидай себя псалмами славословно то есть тем что исходило от престола слава слава славы полна вся земля как только мозги согласились так думать жизнь потекла помазание и все а есть другие вещи когда тебе нужно чтобы не просто потекло внутри а высвободилась молния то что молнии тоже от престола исходят и ты начинаешь синхронизироваться с отцом в мыслях сидеть с ним рядом никуда ни в сторону ни влево ни вправо определенным образом пока это не происходит и вот соломон хотел синхронизации в управлении скажи в управлении это очень круто ну что ж что же произошло отец сказал ему дал обещание я тебе даю то что ты просил настал день и вы знаете началась история тут же она началась с проблемы мало того что соломон укокошил тысячу быков только недавно еще вчера и народ уже начал наверное на него с подозрением смотреть думает понимаем что ты у тебя папа крутой ну не надо народное добро разбазаривать знаешь когда Давид каждые шесть шагов кого-то там резал так это же Давид а ты кто такой ты кто я так хорошо понимаю я так часто слышал эти трансляции в свой адрес ты кто такой этого знаем этого знаем а ты кто такой я думаю вот бесы так тоже говорили классно Иисус говорит блаженны нищие духом блаженны счастливы те кто осознал свою несостоятельность они тогда начинают нуждаться в отце нуждаться они тогда ведут эти разговоры знаете с одной стороны мы понимаем что не в жертве дело но Соломон начал что-то действовать то что мы называем искать вот этого контакта привлекать внимание он делал как понимал может и не надо было ему тысячу быков жертву приносить может и не надо было может достаточно было помолиться такой угодной молитвой но я вам хочу сказать разум Соломона стал способен молиться таким образом когда он расчехлился знаете он не сел как его потом сынок Раваам тратит наследство и думает то что мне надо чтобы управлять вы знаете что Давид много собрал богатства чтобы он мог управлять и Соломон делает жест он говорит да нет богатство это не повод для управления это вообще ни о чем это то о чем я говорил вам вчера и сегодня утром блудный сын пришел без ничего и получил управление а Соломон как будто без ничего предстал перед Богом да это все говорит богатство это все понятно отец и престол это все круто я ничего не имею я нищий хочу обогащать свой народ и с этого все началось Бог такой красавчик ты мне нравишься а ты смелый амен то есть он занялся ни тратой ни приумножением некоторые думают что если у тебя бизнес вот ребята если есть капитал то это вот и есть начало бизнеса упаси тебя Бог так думать вообще если у тебя есть капитал но нету вот этого подхода не трать ничего не лезь никуда прогоришь 300% не умея различать судить управлять ты просто просадишь все и тогда будешь учиться управлять начни сразу вы видите что два пути есть один блудного сына когда он все просадил и учился управлять а вот Соломон у него хватило мозгов ничего не просаживая предстать перед Богом как ничего не имеющий и поучиться управлению а кто-то сидит сегодня думает да это все там сказки знаешь дайте денег я все сделаю ничего ты не сделаешь везде хожу эту историю рассказываю приехали миллионеры с Америки христиане в Беларусь собрали бизнесменов полноевангельских полного евангелия и говорят братья хотим вкинуть денег инвестировать есть проекты какие-то бизнес идеи какие-то вообще классные но они не спросили про идеи они говорят бизнес проекты и те такие сейчас придумаем были бы деньги деньги даете сейчас придумаем эти послушали о не и уехали никому ничего не дали и братья такие ну что мы же бы придумали да мы к утру все принесли если у тебя этого нету суетиться когда уже деньги принесли поздно понятно то есть эти люди они уже миллионеры они знают если человек не занялся управлением до появления денег деньги ему давать нельзя ты думаешь почему я не миллионер вот поэтому ты и не миллионер аллилуйя поэтому если у тебя сегодня ты хочешь начинать управлять и иметь бизнес у тебя нету денег начни с этого я тебе скажу напиши план вот так просто вот вход и выход вот денег вход вот денег выход напиши 10 планов если ты апостол в бизнесе 20 планов так чтобы я мог взять один твой план и сказать объясни мне за 20 секунд вообще где вход денег где выход а еще лучше вбрось себе вызов напиши такой план где деньги вообще не нужны сделать сделать такой бизнес где не нужна инвестиция вообще это невозможно возможно амэн салмэн 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 авторитет был откуда оттуда бог ночью пришел понравилась его просьба и он говорит даю тебе и на следующий день проблемы начались только с тельцами разобрались приходят две женщины помните я сейчас подвожу вас к мечу соломона скажи слава отцу я тебе даже скажу больше что если все таки в твой бизнес нужна инвестиция тебе все равно нужен меч соломона люди дали ему свои вторые налоги не просто так еще он не показал им что может распоряжаться царством и это не было давление потому что еще раз говорю раваам они не послушали представляете прожила царство соломона люди обогатились несметно слуги соломона ели как цари и одевались как цари царица савская удивилась ну это южная царица она пришла когда написано увидела как едят его слуги одежду его рабов и рабынь она говорит ну ты вообще такого я не видела а чего именно рабов да потому что цари-то всегда хорошо одеваются а рабы нет но когда она понимала что царь ест ту же пищу что рабы лучше просто некуда он возвел царство на такой уровень что еда была у всех одинаковая не потому что все стали есть хуже чтобы с бедными есть а бедные стали есть так что лучше некуда и вдруг несмотря на это процветание после того как Соломон сменился они приходят к Раваму и говорят отмени налог знаете вот честно то есть по-русски скажу да им просто противно было этому недоноску платить налоги они посмотрели они поняли сейчас начнется беда беда начнется надо свои бабки забирать отсюда вот когда увидишь что ты управлять не умеешь как они поняли что он управлять не умеет потому что он вышел и колотил понты моя попа на престоле мои чресла толще чем там палец толще чем чресла у отца понимаете вообще что он сказал и когда раскололось царство заявленная толщина не подтвердилась все развалилось и больше никогда такого не было и до сих пор никто не знает где золото отца делать просадить можно вот так за две секунды а как было у Соломона возникла проблемка и у Соломона и у Раваама там пришли люди здесь пришли люди у одного уже было это от Бога а у второго ничего не было кроме позиций ничего ни в голове ни как говорится ни в каком месте вы тут смотрите что произошло эта история с женщинами она очень непростая это кажется вау такой Соломон мудрый был несите меч меч таки не донесли меч не состоялся сработал другой меч о котором говорится в Библии что это слово Божье оно еще покруче меча обоих до острова проникает до разделения глубины всякой там составов костей мозгов моментально мама проявилась моментально вы хоть представляете что этот парень его тысяча всесожжений как радикализм к своей репутации он здесь возрос многократно тысячу тельцов это тебе не ребенка пополам разрубить да вы хоть представляете что было с его царством если бы он реально разрубил ребенка в своем царском чертоге и мама не проявилась да это все моментально бы слух облетел весь израильское что за урод воцарился вообще как такое можно делать они бы в ужас пришли ну что не так или только что он тельцов там рубил направо налево теперь уже до людей добрался что он с нашим царством сделает и они смели его просто вот так как Соломон осмелился такое делать вообще как как сработало развлечение вот оно видеть он начал видеть людей управление начинается с видения ты перестаешь быть слепым ты здесь он увидел и поступил радикально смотрите ой боже мой вообще мне так нравится когда народ написано услышал как рассудил Соломон все пришли в страх они готовы были отдать ему любые налоги поняли что бог с ним вот и все примерно то же самое с евреями в Египте происходило они когда увидели все это они говорят дайте денег дадим по хорошему потому что увидели что бог за них все кто тебя окружают сделают для тебя все что угодно когда увидят что бог с тобой и этот авторитет друзья мои он наживается через жесткие ситуации приходят вот эти две женщины если бы он сказал не могу рассудить никаких налогов рассужу не так никаких налогов все должно быть вот так именно для этого отец положил ему на сердце эту тысячу всесожжений он говорит начинает думать радикально представляешь бог видел наперед ему придется рубануть вот это ты не должен ориентироваться на мнение людей будь свободен от этого они скажут идиот что ты делаешь куда ты ты должен в этот момент ориентироваться только на помазание его авторитет просто взорвался новость облетела весь израиль они готовы были это точно как сработало с апостолами люди когда увидели бог с ним с ними они к ногам деньги понесли сразу народ приносил свою тысячу всесожжений все развернул вот это вот вот сын начал править все увидели вау точно как бог был с иисусом эти ребята сели на престоле вместо него понесли к его ногам бабки точно как мы к иисусу все носили аминь теперь бизнес вывод давайте про бизнес ты хочешь чтобы в тебя инвестировали у тебя должен быть авторитет если ты хочешь авторитет тебе нельзя бояться людей тебе надо сделать несколько радикальных вещей но сделать так чтобы народ написано убоялся царя и бога чтобы все увидели ты здесь вот это управление знаете ему то по сути дела говоря он не начал с того что начал инвестировать накопление Давида зачем инвестировать накопление Давида пускай накопление остается есть же еще народ надо с него деньги потрясти правильно потому что должна быть сила приобретать еще я сейчас не говорю за то что Соломон хотел деньги он хотел управлять для народа и он вывел народ в лидеры амен вау вау смотрите однажды много лет назад я вам сейчас свою историю расскажу интереснее будет чем про Соломона так мне еще телефон понадобится однажды много лет назад я прочитал эту историю и думаю я тоже так хочу и я такой хорошо давай по схеме что надо жертвы все сожжения хорошо взял и продал свою машину я поступал как умел у меня не было тогда откровения о сыновстве таких крутых там знаешь я понимал что вот каким-то образом это связано я тоже я читал что посажены на небесах где посажен как посажен как привлечь внимание Бога хочу вам сказать одну вещь буквально меня зацепило вот это то что наверное может и тебя когда-то цепляло пришел Бог ночью к Соломону и спросил что ты хочешь в те дни у меня появилось выражение не продешеви не проси вот этого все потому что он всегда придет тогда когда у тебя может быть есть нужда но надо не попросить это не попросить оказывается он мог попросить денег и страна бы тоже была процветающей душ врагов и тоже был бы мир но он был на пике Божьих желаний хотя сидеть на престоле он свой престол не поменял ни на что ни на что ни на что и вот ради этого голоса ночью вам интересно моя история или не рассказываю ради этого голоса ночью я заложил эту жертву я еще тогда помню у меня была домашка такая большая я все говорю так рассказал им это откровение говорю кто хочет со мной заложить жертву бог придет он нам даст такие вещи крутые народы мы у него попросим народы по сути соломон просил народы он говорит дай мне власть над народом я хочу управлять им это же твое наследие ой богу это нравится народы как сын просишь молодец и там со мной участвовали разные люди короче мы собрали по-моему 10 тысяч долларов для нас вообще такая бешеная сумма была там 8 из них мои были 2000 на всех распределилось короче я не знал что делать я же тогда в системе был позвал пастора я вам показываю что если ты ведешь себя как сын в любой системе это сработает и система даже расколется от твоего сыновства если надо позвал пастора и говорю пастор мое желание хочу чтобы евангелизация масштабная захлестнула нашу страну вот все что могу я верю что бог ответит даст нам людей вот 10 тысяч пастор стоял на эту пачку смотрел это была очень крупная сумма в кассах многих церквей на те времена не было и близко таких денег как домашечка я без машины остался мне нужен был этот голос ночью и все все он короче унес такое недоумение говорит а как ты это видишь я говорю масштабная евангелизация не знаю как угодно давай ну он ушел такой в смятении а я стал молиться я говорю отец я тебя жду давай приди спроси что я хочу я тебе тут целый список набросал это был не такой список знаешь там мармелада шоколада хочу людей видеть покаяния большие вот это все и спустя время отец отец пришел ко мне с этим словом исаи 50 господь бог дал мне язык мудрых чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего вот он меч стал расти из моих уст на то время что вы поняли я люблю эту историю про маму рассказывать мама советовала не проповедовать это не твое каждое утро он пробуждает ухо мое чтобы я слушал подобно учащимся вот это отец пришел ночью открыл ухо я начал его слышать господь бог открыл мне ухо и я не воспротивился не отступил назад проблем началось ой-ой-ой-ой ты знаешь что когда начинаешь сильно слышать ты много чего и видишь что не так и так и вообще все все не так короче не воспротивился не отступил назад не отворачивал лица там там бьющим поражающим короче вот это все короче самое веселое началось но дальше седьмой стих он самый сладкий и господь бог помогает мне вау все бог со мной и поэтому я не стыжусь все мне уже все равно что думают люди я его слышу мои уста рассекают я почувствовал это оно пришло как пророческий дух мои уста люди стали вокруг меня замечать говорят ты как рассудишь и как бы все вот он меч начал заработал суть вещей удавалось видеть глубже это и сейчас происходит мне очередь нескончаемая на консультации только вот просто слово какое-то скажи люди верят что если я скажу оно сработает естественно я ценю свое слово и вдруг я такой думаю ух ты круто оно быстро все произошло буквально за два месяца я сам заметил прямо я чувствовал у меня течение внутри голос отца меня захватил это было мощно вообще а потом приходит пастор один зовет меня и говорит слушай я чуть ничего придумать не могу дальше заработала как с иосифом вот раз ты это предложил вот ты это и организует давай я ставлю тебя своим помощником по евангелизации делай что хочешь вот ключи от здания я получил свое управление и 26 апреля 2009 года у нас состоялась первая масштабная евангелизация 150 душ вышло на покаяние такого в Беларуси не было последние годы вообще никогда нигде ни у кого на тот момент то есть в обозримом будущем и это стало моим служением я не проповедовал я просто организовал люди собирали просто Бог давал людей вот так народы на тебе народы пожалуйста я управлял с этого момента началось мое восхождение как управленца как проповедника то есть все такое и все мои работы начинали быть связаны с управлением то есть управление пришло все вот он меч друзья мои вот этот радикализм вот эта способность увидеть ситуацию самую плохую и рубануть по ней не так как другие другие пытаются уклоняться от этих ситуаций избегать этих ситуаций Соломон получил свой авторитет потому что он рассудил никто не хотел ввязываться в эту грязную историю никто не хотел связываться с этими женщинами странными знаешь Соломонов связался на свою голову ну смысл понимаете он обнажил меч другого качества это не был меч который был в руке у Давида весь в крови в костях там это все это был меч который вырос из уст и мы читаем по странному совпадению что у Иисуса из уст исходит точно такой обоюдоострый меч и это именно то чем он попирает чем он побеждает он говорит я приду сражусь духом из своих это его победа в этом его авторитет в сбывающихся словах понимаете о чем речь идет это мощно ты здесь и конечно же к этому всему стало прилагаться процветание я даже не знаю где бы я сейчас был если бы вот это все не шло так как шло потому что вся моя деятельность все что я там работал это все честно говоря мал по малу вело к нищете знакомо да ты когда смотришь в перспективе на свою работу и даже не видишь как это может тебя обогатить ну как кстати сразу после того служения через три месяца меня выгнали с работы я очень переживал на эту тему пришел в церковь я говорю устройте меня на работу они говорят не можем за тебя тут налоги платить надо короче иди куда-нибудь устройся я такой думаю нормально я им 10 штук пожертвовал они меня на работу не хотят взять странно ну короче ты понял друзья вы что-то понимаете вот этот момент который я хочу сейчас в который тебя хочу ввести все мы сейчас будем молиться момент первое осознание несоответствия нужна синхронизация мыслей обратись к отцу скажи я слышал вот есть меч невидимый меч это абсолютно реальная вещь рассекающие человеческие сердца проницающие глубоко в ситуации и главное выставляющие авторитет как только он рассудил еще раз говорю люди узнали об этом и готовы были все ему отдать вы знаете что я вам хочу сказать ну давайте вернемся от Соломона опять ко мне я видел по мере того как я придерживаюсь радикализма в котором в принципе мне не отбавлять я достаточно радикально настроен я увидел что этому мечу противостоять невозможно почему со мной не ввязываются в прямые полемики никакие вот эти которые письма рассылают не получится ничего только зубами будут скрипеть и вот это стирать в порошок у Стефана это сработало помните они там что-то пыжились но ничего не могли второе лимит доверия от тех кто тебя окружает в частности от меня рос 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 несколько раз он обламывался я что-то делал не то я ошибался там что-то обламывалось но дары непреложные он по-прежнему начинал знаешь это было так как будто он переставал быть виден я на некоторое время находился в смятении потом говорю ну дары же непреложен иногда я говорил у меня ничего не осталось чтобы вырасти вокруг меня нету ни команды ни людей и отец все время говорил у тебя есть помазание и мое избрание я чувствовал это снова каждое утро открывает ухо и дает мне язык мудрых чтобы словом подкреплять изнемогающего я смотивировал я смотивировал за эти годы тысячи и тысячи людей на новую жизнь на разные вещи я не говорю что я не ошибался но это работало раз за разом достижение сердец они проявлялись как личности как сыны и это продолжается по сей день вот и все просто берешь смотришь и делаешь я хочу чтобы так было у тебя потому что армия сына божьего это полностью его отображение они все с мечами и это не меч который в руке и рассекает это меч который суть дух уст из-за которого великий авторитет приходит в том числе деньги деньги скажи деньги когда отец говорил с Соломоном и сказал вот у тебя появится такая штука изо рта такой метчик если ты будешь им пользоваться как следует и деньги у тебя будут и враги тебя оставят и все полностью класс правда друг мой сейчас я помолюсь за тебя но есть одно но они же завтра придут к тебе те самые двое которые скажут рассуди нас ситуация где тебе нужно будет поставить на кон все свое состояние царство я сейчас не про деньги еще раз говорю если бы он только рассудил неправильно конец царства они бы сбросили его точно так как они отрава мы избавились их денег бы точно не дали если тебе нужны инвестиции мой друг мы будем говорить об этом вечером про помазание тебе нужно не деньги искать а вот этого вот момента о котором я сейчас говорю одно твое решение одна твоя возможность это как путевка в жизнь рассуди один раз просто рубани один раз радикально подставься навсегда и это вечное просто это авторитет который приходит и уже его отнять невозможно еще раз говорю друзья очень важно меня сейчас услышать ты не пойдешь таким прям ровненьким путем что никогда не ошибешься они и у соломона не так было и у меня не так было на самом деле ты будешь ошибаться но самое главное раз за разом возвращаешься в это место у меня есть меч язык мудрых ухо слышащие все сейчас я различу ситуацию снова поступлю радикально и уверуют в меня ученики мои иисус так делал он с каждым разом написано и уверовали ученики так если уже ученики чего уверовать он каждый раз что-нибудь отколет они снова в него уверовали еще что-нибудь сделать они снова в него уверовали то есть они были обречены на его авторитет аллилуйя ты здесь когда сейчас мы помолимся я прямо тебя предупреждаю если ты хочешь если ты хочешь сейчас состоится вот твое это перетекание с отцом и уже буквально завтра или может в ближайшие дни возникнет ситуация где тебе нужно будет рискнуть всем если ты не продешевишь если ты не отвернешь лица своего отопливания не испугаешься великий авторитет проявится в твоей жизни великий авторитет проявится в твоей жизни написано и убоялся народ царя кого царя кого ни сына царя ни ученика царя они признали в нем царя в те дни это делалось так они пришли и сказали мы твои рабы вот наши деньги дети все тебе мы доверяем тебе ты поднимешь нас почитайте как они его благословляли они еще эти как царей пусть больше чем Давида Бог тебя подымет больше Иисус говорит верующие в меня дела которые я сотворил больше всех сотворил это мечта отца больше 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 сегодня тебе нужен авторитет почему тебя не узнает никто почему никто не признает в тебе царя возможно почему никто не хочет дать тебе денег принести к твоим ногам хоть что-нибудь они не узнают тебя как они тебя узнают Бог давал тебе шанс за шансом прояви радикализм поступи вот так узри услышь ночью мой голос это твой шанс давай я помню когда этот пастор пришел говорит я тебя и назначу ты знаешь как это сделать в ответ на это я достал ему на 9 листах план этой евангелизации мне отказались все помогать его все помощники сказали ты выскочка сопляк что ты себе возомнил какая там какое пробуждение я помню знаешь там с постов не вылазил один ходил эти флайеры тысячами раздавал там придите хоть кто-нибудь но когда они увидели как вышло 150 человек на покаяние они сели извиняюсь на попу и подумали что мы здесь делали все это время кто-то стал помогать мне но авторитет возрос мне уже не нужно было я справился сам и с тех пор у меня есть этот меч это все что у меня есть помогают мне или не помогают я справлюсь у меня есть призвание и помазание мне не нужны никакие покровители мне не нужны никакие поводыри я не овца и когда я выну этот меч убоится народ господа и царя халлилюя ох я вам наговорил чувствую придется поотвечать за свои слова а друзья я привык себя наизнанку уворачивать это один из тот случаев опять радикально и полностью я не знаю что будет но я знаю что все будет классно ты готов принять этот меч я помолюсь сейчас чтобы отец с тобой поговорил этой ночью или в ближайшее время может кому-то отец говорил прямо сейчас если в тебе горело сердце как те двое в Имаусе сказали не горело ли сердце наше когда он говорил это значит отец уже воспламеняет тебя уже говорит и когда ты будешь с ним разговаривать попроси только это скажи я знаю что я царь я знаю что ты у меня крутой отец но я хочу иметь престол в разуме с которым на котором я сижу рядом с тобой на одном уровне мышление чтобы не было никакой разбежки слабости подумай о том насколько радикально ты готов к этому подойти аллилуйя буквально вот пару минут закрой свои глаза посмотри на отца отец даст тебе какую-то проблемку не продешеви в тот момент отец я благодарю тебя я прямо сейчас отец высвобождаю высвобождаю силу этого откровения на каждого слышащего отец я хочу чтобы этот меч обоюдоострый он сильно проявился из уст каждого я хочу чтобы когда придет эта проблемка для того чтобы судить различать и управлять никто не отвернул своего лица оплевание так оплевание пойти на все чтобы эти народы которые ты хочешь дать для управления они не пошли себе искать пристанище в другом месте здесь больше соломона здесь больше соломона здесь больше соломона принимай свой меч сейчас меч обоюдоострый из уст и ухо слышащие глаза видящие чтобы различать чтобы судить и управлять халлилуйя отец хочет дать тебе этот авторитет отец хочет дать тебе этот авторитет наделить тебя чтобы когда ты открываешь свои уста люди приходили втрепет втрепет чтобы когда ты что-то требуешь или просишь они доверяли в сфере бизнеса чтобы инвесторы жаждали иметь дело с тобой они будут знать если он что-то скажет это сбудется неминуемо вот она сила привлекать инвестиции зачем тратить свое когда можно быть имеющим как не имеющим в управлении скажи управление положи руку на свою голову отец я благодарю тебя за эту радость имеется эту силу этот веселый потрясающий меч способны обнаруживать все скрытое выявлять все тайное видеть сердечные намерения это так здорово это так славно халлилуйя отец я благодарю тебя пусть твой голос пусть твой голос сейчас наполняет каждого спасибо отец спасибо 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 ну что ты готов получить свой шанс ты готов поступать радикально пусть будет с тобой это и когда ты увидишь ближайшую вот эту ситуацию ты будешь знать точно это твой шанс соломо соломон не знаю предвидел он что-то такое или нет но с радостью схватился за эту возможность елисей когда получил свою мантию он тоже подбежал сразу ударил по реке это самый верный способ видишь препятствие видишь проблему что-то возникло но у тебя теперь есть меч как только у тебя появится авторитет деньги потекут к тебе дай отцу славу и твоя позиция больше не будет зарабатывающей вы знаете что друзья с того момента если я и устраивался на работу у меня всегда все меня выгоняли короче они уже понимали что ты тут пришел как бы следующая работа на которую я устроился закончилась тем что начальник первый зам сказал мне здесь двоевластия не надо а я был обычным санитаром ничего себе начмед говорит санитару мне здесь две власти не нужны он почувствовал конкурента от кого я кто люди имеющие власть они почувствуют кто ты поверь кто имел дело с властью они сразу распознают знаете как Наполеон сказал об Иисусе говорит я знаю людей Иисус не человек как круто правда ну что мой друг лови ситуацию она тебя настигнет главное вспомни мои слова и рубани как надо радикально а или царство или не царство где бог или халлилюя давай отцу славу дадим мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищие мы себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на который ему поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит дай мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочно служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание здесь я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание